Упрек и наставление Речь идет об упреке в адрес не одного человека, а целой общины. Начинается книга «Ваикра». В этой книге, в недельном разделе, которая тоже называется «Ваикра», в первом недельном разделе, в главе четвертой, на стыке двух тем, где говорится о жертвах хатат. Мы встречаем очень интересную мысль. Сначала я прочитаю этот стык, конец одного стиха и начало другого. 21 стих в четвертой главе и 22 стих. Там так написано. Это жертва хатат, то, что по-русски называется «грехочистительная жертва», так пишут переводчики, жертву, приносимая как искупление того греха, который был сделан человеком или обществом, или еще какими-то людьми, в частности, например, руководителем еврейского колена. И теперь он хочет исправить свое поведение. Ему положено после такого проступка принести эту жертву. И написано «это жертва хатат для общины». Потом стоит точка, и начинается новая тема. Если по поводу греха, если князь совершит грех, «Носи» написано, «Носи», руководитель еврейского колена, совершит грех, то он, оступица, сделает проступок, то он должен принести такую-то жертву хатат. Хатат – это слово «хэт» – грех. Если прочитать все это вместе, получается, это жертва хатат – общины, тире, которая сделана по поводу греха князя, связана с грехом князя, «Носи». Вот последние слова этого отрывка про жертву для искупления греха всей общины, они состыкованы с началом следующего отдела. Тут же идёт текст про жертву для князя. То была жертва для общины, для всего колена, а теперь для руководителя этого колена, руководителя колена, который совершил грех. А если грех будет совершён князем, то будет то-то, то-то. И вот наши комментаторы, Бааль Турим, в частности, пишут, что это не случайно соединение двух тем. Первая тема, повторяю, идёт о грехе, совершённой общиной, а вторая – о грехе, совершённом князем, в данном случае, «Носи». И Бааль Турим пишет, что грех общины, и тут же идёт грех головы и колена, зачем они стоят рядом, и отвечает Бааль Турим, когда Носи видит, что ошиблась община, что его колено ошиблась, целиком все люди, и молчит, и не упрекает их, и не делает им выговор, наставление, просто смолчал. Вот это и есть его грех. Община ошиблась, а руководитель смолчал, и тем самым он тоже совершил грех, и поэтому он теперь должен принести грех, жертву хатат. У меня, извините, такая сложная в самом начале, дальше всё будет очень просто, так сказали мудрецы, в Мишне. Мишна – это запись Устной Торы. Мы это прекрасно знаем, и написано в Талмуде, трактат «Шаббат», 54-й лист, вторая страница на этом листе. Там есть Мишна, весь Талмуд представляет собой, не что иное, как комментарий на Мишну. Мишна, она очень лапидарно, составленные законы. Потом идёт рассуждение на эту тему, это называется «Гемара». Рассуждение Талмуда на Мишну называется «Гемарой». Поэтому иногда я буду говорить слово «Гемара». Так вот, в Мишне написано следующее, на том странице 54-м листе в Талмуде «Шаббат», трактат так называется. «Корова, принадлежащая рабе Лезера, вышла со двора и пошла в субботу с привязью, с верёвкой, навязанной на рога». А это запрещено делать. Это был пример такой, о том, что в каком виде может выходить корова, в каком не может выходить в субботу корова из своего стойла. Эта тема немножко далёкая от нас, у нас нет с вами коров. Мы знаем, что в субботу есть целый ряд работ, которые нельзя совершать нам. 39 видов их, и мы их изучаем. Это очень интересная тема. И сама тема интересна, потому что практически мы их соблюдаем. Но есть, оказывается, одна особенность, и Талмуд этой особенности очень много занимается, что раньше, заключающаяся в том, что раньше евреи, они обрабатывали землю, не как большинство сейчас, нынешних евреев, мы просто землю не обрабатываем, хотя у нас есть и такие евреи тоже. И обрабатываем землю, и работаем с биемот, со скотом. Так вот, скот тоже в субботу не должен работать, запрещено ему. И тот хозяин, у которого скот работает, он, извините меня, нарушает субботние запреты. И как хозяин не может выйти за территорию определённую, там, где он живёт, и выносить какие-то вещи, а некоторые вещи он даже не может трогать дома, это мукция называется, так и его скот тоже не может выйти вот с тем оборудованием, которым нанял седло на лошади или сбруи какая-нибудь, или упряжь какая-нибудь на голове у коровы и так далее. Та уздечка, за которой тянут. Так вот, однажды вышла корова с принадлежащей Раби Лезеру, крупнейшему учителю. Она вышла со двора и пошла в субботу с привязью, все это увидели. Так написано Мишне, после чего где-то обсуждение, и заодно спрашивает Демару уже, комментарий на Мишну, а при чём есть Раби Лезер? Можно было достаточно сказать, что вот корова, которая выходит с такими верёвками на рогах, её хозяин сделал такие-то нарушения, нельзя сделать. Нет, почему-то уже было сказано сказать про Раби Лезера. Раби Лезер, наверное, сам согласился. Он этот пример, наверное, сам и предлагал своему ученикам. Почему? Таунут пустяне. Корову-то была не принадлежащая Раби Лезеру. У тебя никакого отношения не имеет. Но эта корова принадлежала к какому-то другому еврею из его квартала, одному из его соседей. И он видал, что она нарушает, вернее, не корова нарушает, а нарушает сосед, выпустив корову в таком виде. И это записано ему в вину. Сама Мишна записала его именем, потому что он видел это и смолчал. Это один пример того, что человек, который видит какое-то нарушение Торы и молчит, он, в принципе, нарушает. Так как написано у нас в нашем разделе «Воикра», это жертва хатат общины, и жертву принесет также и руководитель колена общины этой, потому что он видел грех общины и не смолчал, и не остановил людей. Написано в той же гемаре, это вот большой, важный лист, 54-й лист, именно трактата «Шаббат». Там на эту тему очень много разных примеров приведено. Так вот написано, что если кто-то видит чужое прегрешение и молчит, не протестует, говорит, ну, это не мое дело, зачем буду ссориться с людьми, или вообще мне вообще ничего не интересует, главное, чтобы я не делал никаких нарушений, то, и он не протестует, хотя может протестовать, то он сам совершает такое же прегрешение. Небеса ему дадут, такое же прегрешение называется. Или по-другому, за это и будет наказан. За такое же будет наказан. Тут надо рассказать о том, что человеку обычно даются испытания, которые он может выдержать. Если мы говорим, что один человек увидал, как другой что-то нарушил, и он будет наказан тем же самым, то есть нужно пояснить. Получается, что кто-то не выдержал свое испытание, а я, предположим, увидел это и не показал человеку, не сказал, не научил его, что он нарушил, может, он не знает, может, я сейчас пойду к нему и скажу, вы меня извините, сделал такое-то нарушение Торы, и он скажет, о, спасибо, что ты меня предупредил, я не знал. Именно в этом и заключаются все предупреждения, все замечания, что он мне будет благодарен за это, если я, мы будем говорить об этом, найду тот модус, тот стиль, тот вид поведения, при котором он не будет обижен, он услышит меня, и я хочу, чтобы он перестал нарушать это. Так вот, когда я ему скажу об этом, это и будет то, что я выполнил свою заповедь и не смолчал. А вот если я смолчал, увидев, как другой еврей стоит перед каким-то испытанием и не выдержал его, а я смолчал, то это испытание будет у меня. И это уже непростая вещь. Дело в том, что у меня есть свои испытания. И Всевышний дает мне те испытания, которые я совершенно точно могу выдержать. Всевышний, такое правило, никогда не дает те испытания, которые человек не выдержит. А теперь, как только я смолчал, зная, что это было испытание, то есть сделал вид в самом себе, внутри, перед собой, что я-то бы его выдержал, оно и будет дано мне. И вполне возможно, что я и не выдержу его. Тем самым, я как будто бы попросил его, дай, дай мне. Тем, что я сказал, что, ну что ж, сам себе, еще в слух ничего не говорю. Нет, что ж, он нарушает. Это называется, о, я уверен в том, что я не нарушаю, а раз так, мне это испытание будет дано. А вполне возможно, он меня не посел. А теперь точная цитата, вот этого 54-го листа. Если человек видит грех своих домочадцев и не протестует, тех, с кем он живет, то он будет испытан тем же грехом. Грехом, значит, испытанием. За это и будет наказан. И видит грех жителей своего города и не протестует, будет испытан тем же грехом. И видит грех жителей всего мира, целиком, все поступили неправильно, и он смолчал, будет за это наказан. Причем потому, что у него нет такого объяснения. Смотрите, я не могу пойти против всех. Этого объяснения, этого, Террус называется, этого объяснения у него не существует. Раф Залман Сороцкин, это известнейший раввин, в книге, которая называется «Ознаем ли это ура?» сейчас будет несколько слов про Иуду, руководителя еврейского колена Иуды, сына Якова. Стих в книге «Берешит», самое начало 38 главы. «И спустился Иуда от своих братьев». Это написано после продажи Иосефа, когда братья продали Иосефа. И в этой продаже Иуда играл одну из первых ролей. И эта тема не наша, мы этим не занимаемся. Мы занимаемся еврейским поведением, которым мы еще не касались о том, почему нельзя продавать родных братьев. Но посмотрите, по-моему, в Толдутру есть лекции. Рау Пантелято на эту тему. Посмотрите, там очень подробно все это рассказано. Так или иначе написано, после того, как кончается описание продажи Иосефа, начинается история с Тамар, невесткой, сначала невесткой, а потом женой Иуды. То первое слово «И спустился Иуда от своих братьев». Обычно переводится «И отошел Иуда от своих братьев, удалился от них, стал жить отдельно». Но тут написано «спустился». Откровенно написано «спустился». Может, он сошел с гор, может, там в горах они не пасли, а тут видно, что он спустился, своим другом пошел, неевреем, в то место, где его овец, у него были стада большие, стригли, стригали с них шерсть. А раз так, то, скажем, может быть, они спустились в долину. Так можно было бы подумать. Но дальше, в 12 стихе, это первый стих, в 12 стихе написано, что поднялся Иуда к тем, вместе с своим другом, к тем, кто стриг его овец. Получается, что здесь вообще-то никуда не спускался. Что это означает? Спустился со своего царского положения. Да нет, всё-таки тогда не будет смысла в 12. Поэтому, тогда будет нормально, со своего царского положения спустился, не спустился с горы. И потому что нет смысла в 12 коленах еврейских, у них ЕСФ это нет. Так Рашин написал, спустился со своего величия. Стал, как все, обычным человеком. Для этого был царём. Но нам важно объяснение Рава Сороцкина. Он так написал на эти слова, и спустился Иуда от своих братьев. Он взял Таргум, перевод, древний перевод, текста Хумаша на арамейский язык, разговорный язык того периода, того времени, Таргум Йонатана бен Узиэля. А там написано, спустился со своего богатства. Не со своего царского статуса, а со своего богатства. Это, знаете ли, калька с еврейского выражения. Это еврейское выражение обычно. Спуститься с богатства, спуститься со своего мучица, это называется его потерять. Если точно перевести все слова. Потерять свое богатство. И вот написано, он спустился, и граф Саровска спрашивает, а почему спустился с богатства? Почему в Таргуме, Йонатану бен Узиэля, так написано? Да потому что и объясняет. Так в Медрошах написано. Его братья ошиблись, продав Йосефа. И он мог их остановить, и не остановил, а он пользовался очень большим авторитетом, он смолчал, поэтому небеса наказали его тем, что он был, как будто бы один был винат во всем, и потерял богатство. По крайней мере, его было наказано именно богатством. Видите, смолчал. Это наша сегодняшняя тема. Ну, а теперь о том, как вообще делать замечания. Как это можно замечания делать не одному человеку? У нас был такой урок, когда мы говорили о том, что нужно было уклоняться от того, чтобы делать замечания не одному человеку. И там было несколько правил. Посмотрите, в меню наших уроков, ферреского поведения, называется «Мягкое замечание». По-моему, так называлось урок. А сегодня у нас совсем другая вещь. Уплек в адрес все общины, сразу нескольких, или многих даже людей. Так вот, Хофиц Хайм однажды услышал, что сын его покойного друга, знакомого одного, может, даже некоторые говорят, что его ученика, открыл в каком-то городе, это было в Литве, кирпичный завод. Кирпичи обжигали. А вы знаете, что делают кирпичи в печах. И этот кирпичный заводик работал и в субботу тоже. В субботу евреи работают. В те времена это была редкость, это была дикость. И вот, когда Хофиц Хайм появился в том городе, он попросил этого молодого человека прийти, и он тут же пришел и объяснил, что он ничего не может сделать. Дело в том, что это называется непрерывное производство. Технология производства кирпичей такова, что если перед субботой покатить печь, ее можно покатить, ничего срочного, сложного в этом нет. Но потом ее нужно разжигать будет еще два дня. Значит, первый день, второй день недели, воскресенье, понедельник пропадают. И он не может себе такое позволить. Видите, он объяснил чисто технологически и экономически большой убыток. Как Хофиц Хайма об этом услышал. Все это внимательно выслушал и расчувствовался. Он был уже очень старым человеком. По-моему, это третий или четвертый рассказ о том, как Хофиц Хайм плакал. Он взял его руки в свои и не мог успокоиться. Попросил его слезно, прямо со слезами на глазах, чтобы тот перестал это делать. И тот, что сделал, он взял и обещал, тоже все-все, больше не будет так делать. Так он ответил на слезы Хофиц Хайма. Но тот не успокаивался. Великий учитель не успокаивался. Он сказал, ты знаешь, что нет, пожалуйста, я тебя очень прошу, прямо сейчас дай распоряжение своим слугам, своим друзьям, кто там у тебя работает, чтобы они, чтобы они, вот уже накануне этой субботы это сделали, дай обещание им, чтобы мы знали, что так не будешь делать. И тот тоже расплакался и обещал. И все говорили, вот как работают, как действуют слезы Хофиц Хайма. Кого он не просит, например, это уже не первый пример, о том, просит не нарушать субботу. И, как правило, все, я других примеров не знаю, и все тут же соглашаются, делают шум и прекращают. Так работают слезы Хофиц Хайма. Но когда услышал об этом Раф Ехейский Левинштейн, величайший ученый, на следующем поколении, и сказал, плакать я могу, но плакать так, чтобы тот, перед кем плачешь, изменил свое поведение, исправился, так умел только Хофиц Хайм. И дело не в слезах, а в самом Хофиц Хайме. Потому что он не просто плакал, он разговаривал с людьми, он сказал несколько слов, если такое правило, слово сказанное от сердца и проникает в сердце другого человека. Если ты сказал слово не от своего сердца, то и другого человека никак не заденешь, никак ты его не исправишь. В книге Илкут Мамлуэз, известная книга, многотомник, там написано о том, что есть четыре условия на самом деле для того, кто упрекает всю общину, сразу многих людей. Есть четыре условия. Для тех, кто любит систематизировать еврейское поведение, записывать пункт за пунктом, вот сейчас самое время, берите, берите ручки, записывайте на листочке, о том, что сейчас мы расскажем в третий-четыре случая. Учительница перед классом, директор перед учителями в учительской, одна соседка всем остальным соседкам на кухне коммунальной квартиры или один студент, не имея, а не имея, это общежитие, где живут несколько студентов, всем сразу что-то говорит, какое-то требование, хочет их сейчас научить. Вот нужно соблюдать четыре правила. Между прочим, я так полагаю, что если хозяйка дома, мать или отец хочет тоже сказать выговор всей семье, то он, наверное, эти четыре правила должен соблюдать. Почему? Потому что сейчас он говорит не наедине с человеком, не потихоньку, а перед всеми. Эта вещь очень непростая. Первое условие. Человек должен быть авторитетным. Он должен быть авторитетным для этих людей. Мало того, что авторитетным, он должен быть деятельным, сильным, то есть он должен уметь настоять на своем. Нельзя что-то просто тихонько сказать, тихонько сказать и отойти в сторону. Он должен быть обладать определенной силой. Тогда только его и послушают. А отсюда вывод. Если человек и не послушает, и этот человек заранее знает, что и не послушает, то нельзя обвинять людей, нельзя им делать никакой выгод. Второе правило. Человек должен уметь поучать других людей. Сейчас мне кто-то привез, скажет, ты сейчас только говорил, рыброван о том, что отец спит всю свою семью, может вообще наставить на правильный путь, а может быть он не умеет, не умеет поучать других людей. Что ему делать? А вот это и называется. А вот не поучать тогда. Раз не умеешь, не обижай людей. Значит, человек должен уметь владеть искусством, дать тоха-ха называется, дать выговоры или наставления прочитать. Например, он человек, например, раввин, или какой-то другой, встал и взял на себя функцию, такой общественный обвинитель, да, прокурор, встал в функцию, набрался воздуха, поднялся и говорит, рабоится, и господа, сейчас у меня есть что сказать вам. Например, мне не нравится, и вообще-то я знаю, и по той ей написано, что нельзя разговаривать во время молитвы. Тот, кто помолится, не имеет права разговаривать, когда хазан, тот человек, который ведет общенную молитву, в это время разговаривает. Нельзя это делать. Только отстают суета, которые читают по нему, а кто-то с кем-то разговаривает. Нельзя это делать. Если все читают, все разговаривают, это безобразие. Так вот, нужно это уметь сделать так, чтобы людей не обидеть. Поэтому нужно говорить спокойным голосом, даже не так, как я сейчас сказал, а именно спокойным голосом, не крича и не обижая людей. Если человек обладает таким искусством, это второй пункт наш, то, пожалуйста, один из приемов этого искусства, я его провзял и выписал. Есть несколько приемов. Если, например, видят, что люди совершили целый букет грехов, вероятно, не одно, а много, не стоит встать и сказать сразу, это у вас плохо, это плохо, это плохо. Никогда такой человек не будет услышан. А нужно говорить, что? Только об одном из них, об одном грехе. А потом будет время после исправления, а втором, третьем, только не все вместе. Так поступил, между прочим, Гилель Азакен. Гилель Азакен, к нему пришел не еврей, он интересовался Торой и спросил, какие заповеди есть в Торе. И тот сказал, только одну заповедь про учебу. Помните, да, Никан делал другому то, что не хочет, чтобы делать и тебе? Иди учись. Иди учись, это очень важный момент. Одна из заповедей Торы учиться. Я сейчас думаю, как бы сказать следующую фразу, которую я уже сочинил. Как начать, не знаю. Сейчас скажу, какая фраза. Если вы встретите еврея, которые выполняют все заповеди Торы, но нигде никогда не учатся, очень сомнительный случай. Человек должен учиться. И об этом сказал Гилель. Иди и учись. И когда человек понял, когда человек понял о том, что это важный заповедь, вот после того он начинает, можно говорить, следующая заповедь, вторая, третья, четвертая. Так можно пройти всю Тору. Но не все сразу на одного человека. Третий момент. Тот, кто упрекает всех, ну, многих людей, он должен знать вообще в принципе Тору. Но нельзя ругать людей за то, что в чем ты сам не уверен. Во-первых, во-вторых, сам еще не изучил это. Это очень важно. Он должен знать не только Тора, а именно, что за грех совершили люди, в котором их всех обвиняют сейчас. И как его исправить, это важный момент. Ибо он сейчас взял на себя своего рода медицинскую должность, звание лекаря. А лекарь, когда прописывает лекарства, должен знать, как их принимать, какое лекарство, какая болезнь, какие последствия, и так далее, и так далее, Нельзя сказать, вот у тебя болит что-то, иди и лечись. Это не лекарь. Это советник, я не знаю, родственник, который мне посылает к врачу, но это не врач. То же самое здесь, обличитель, или общественный прокурор должен понимать, что он сейчас говорит, и как это можно исправить. И четвертый момент. Вообще человек должен быть праведником. А тем мы не хотим. Почему? Что это означает? По крайней мере, чтобы ему не сказали, сначала пойди, исправься сам, а потом лезь к нам со своими замечаниями. Причем потому, что если человек сам себя ведет в другом, в чем-то плохо, то ничего не получится, никто не будет слушать. Так сказано в книге. Эйха, есть у нас такая могила, такой свиток, Эйха, 3 глава, 40 стих, изучим свои поступки и исследуем их. Так написано. И тем самым вернемся к Всевышнему. Это написано после разрушения первого храма. И там евреи делают отшиву исправлению. И они сказали, что сначала мы изучим свои поступки, посмотрим на них, исследуем их, и тем самым вернемся к Всевышнему. Но здесь еще есть такой смысл, такое значение. Это означает, прежде чем учить своих близких, пойдем и изучим свои поступки, и исправимся. Только тогда у нас есть право учить других людей. Только тогда мы вместе, мы, исправившиеся, эти люди, которые послушают нас, можем вернуться к Всевышнему. История Парраби Исра Залмана, Мельцера. В Слуцке один богач построил мукомольную мельницу. Мельницу, которая молит хита, пшеницу перемалывает в муку, а построил рядом с Миквой. Скорее всего, это было, наверное, на берегу реки. Мельница от этой реки лопасти вращались, и нужно было тихо, такое место, где водоворотов нет, и чтобы было такие места, спокойной воды у мельницы. И он взял, использовал Микву, которая тоже стояла на берегу реки, как я полагаю, судя по технологической конструкции, предлагается, чтобы построить почему-то рядом с Миквой, и взял весь водосбор для своей мельницы вот с этого места. Было удобно. А в Биняков того места в городе Слуцке не было денег построить новую Мику, да и будут строить, они будут ее собирать, они ее построят через полгода, через год. Что теперь делают? Что сделал Раф Исер Залман Мельцер? Он пришел с ним поговорить, тот отказался, знать, что не знаю. Это большой эссек-бизнес мой. Меня извините, я помогаю общине, здесь я буду получать прибыль, с этой прибыли я даю сдаку, в общине очень много бедняков кормиться с этого. С ним было трудно разговаривать, Мику его совершенно не волновало. Я бы задал вопрос, может, почему, а куда жена твоего ходила. Тогда Раф Мельцер отменил, прямо издал такой приказ, указание, что в субботу, в ближайшую субботу вечером все будут молиться, а утром синагоги все закрыть, и не будет шахариться ни в одной синагоге города. Отменяется, а всем людям прийти и собраться в большом дворе, двор был большой, в большой городской центральной синагоге. И все пришли, и он начал громко, распевая, с мотивом эйха, плач по разрушенному Иерусалиму. Слава такие, я взял, перевел, что толку в нашей молитве, город Слуцк, он к городу обращался, что толку в нашей молитве, когда источник чистоты закрыт, слышал ли кто проеврейский город, в котором нет миквы, наш город единственный, в котором нет миквы. И народ расстроился, все понимали, в чем дело, узнал об этом богач, прибежал, перепугался, попросил всех прощения, сейчас же пообещал тут же отстроить в течение недели миквы в городе и спрашивают, о чем он перепугался? Общественного порицания. Получается, что иногда стоит всему городу сделать замечание, не называя одного этого человека, а сказать, что все мы в этом виноваты. Почему? Потому что никто же им ничего не говорит, один я мог бы искать про себя раввин этого города. Мне нужна общая поддержка. И как только все услышали об этом, тут же богач перепугался и исправился в поведении. Это называется, что очень часто у таких людей выговор, общественный выговор, общий выговор. Получился? Он работал. Прообязан сприцать общину за общий грех. В Талмуде написано, в Талмуде говорит, что однажды заболел раби Йоханан бен Закай. Он заболел, и пришли к нему его ученики навестить его. Так положено у нас, когда человек болеет, нужно навещать. И когда их увидел учитель, это так написано, когда увидел их учитель, он стал плакать. И они спросили, почему наш учитель, почему наш учитель плачет. И там идет целый диалог, он объясняет. эти слова, из диалога видно, что он умирает, и он боится не то, что умереть, а боится наказания. И он такую фразу сказал, когда я стою на суде перед смертным царем, перед человеком, который сделан из басарова дама, я смертный человек, умрет, то я хоть знаю, куда мне сейчас поведут, какое наказание мне будет, как тебе накажут. Ну-ка я предстану перед высшим судом, перед Всевышним, оказывается, Баругум, перед нашим Всевышним, то я не знаю, куда мне поведут, в рай или ад. Такую фразу он сказал. Он не знает, куда его поведут. В книге Раби Ильяву Лупяна, книга называется «Лев Ильяву» от имени его учителя Сабы Искелема, был такой мудрец большой, написано, а почему заплакал Раби Юханан Бензакай? Ведь написано, зачем плакать? Ты что, живой? Сделай это шву, исправься. У тебя еще время справляться. Не надо плакать, как будто у тебя уже не осталось никакой возможности для исправления. Без всяких снос. И еще. А почему он заплакал, когда увидел учеников? А до них он не плакал? А если бы он их не увидел, так бы он и остался спокойным, благодушным в своем состоянии, да? Это я от тебя добавляю. Раби Юханан этого нет. Он что, плакал вот так вот показанными срезами? Зачем это нужно? И только при них вдруг понял, куда его поведут? А до этого он не знал. И сам же Раби Илья Голупян, а ты мне, Саба Искельма, ответил. Нет. Он знал прекрасно, что он выполняет все заповеди Торы. Он старался. В этом у него не было проблем. Но как только увидел учеников, он испугался. А вдруг он не сделал им в свое время нужных замечаний, не остановил каких-то ошибок, не упрекнул, не сделал им выговор, когда было, и не прочел наставление, и когда мог прочесть наставление, за что они, конечно, бы сказали ему спасибо. Он испугался. Может быть, вот за это его накажут. То есть, нужно было сделать замечание, а он смолчал. Поэтому он сказал, я не знаю, там так написано, мавримати, да? На иврите это звучит следующим образом. Вот так сказал в Талмуде, я не знаю, куда меня ведут. По-русски слово ведут, это третье лицо. Во втором лице говорят, ведете. А на иврите это одно и то же. И получается, на иврите, что я не знаю, куда вы меня поведете. Как ваши дела скажутся на награде или наказании после всей моей жизни. Вот чего он испугался. Так написал Раби Лупяну. То же самое, между прочим, в истории про бунт Короха. Там написано, вы помните, да? Корох строил бунт против Муши Рабейну, сказал, что почему только Муша и его брат родной Аарон, они мы двоюродные братья, я в частности Корох прихожу из той же семьи, даже еще старше, старшим братьям, от наших отцов. Почему они обладают властью, а мы их нет? Почему мы, разве не все одинаковы? Так или иначе, он поднял восстание. И написано было, что и разгорелся грех Всевышнего на всю общину. И сказал он пророку Муша, сейчас я уничтожу всех. Такое плохое поведение, уничтожу всех. На этом Муша возразил. Это выражение чисто еврейское по своей природе. Послушайте, один согрешил, а ты всех уничтожишь? То есть, это несправедливо. Из одного всех. Давайте подумаем, что значит один согрешил? Что если один согрешил? Если один согрешил, то прав Муша, в принципе. Зачем наказывать всех? Это вообще-то вопрос тяжелый в адрес Всевышнего. А если не один согрешил, то зачем Муша просил всех простить? Если все согрешили, тогда пускай их и накажет. Нелогично, или Всевышний, или Муша. Что за дюнок? Да нет же, все логично. Все видели, как Корох разговаривал с Муша нагло, вызывающе, как он себя вел неуважительно, к руководителям народа. Он видел, что все видели, что он хочет захватить власть, и смолчали. Вот, и это поставлено им в грех, в проступок. Вот за это Всевышний и хотел их наказать. Вы видите, несколько примеров уже у нас, говорящих о том, что если человек видит чужое нарушение и молчит, то это очень плохо. Это безобразие. Он понесет вину за этот грех. Он будет также наказан. Но обвинять всех, как мы сейчас уже сказали, трудно и даже опасно. Четыре условия мы часто с вами проходили. И вообще мы знаем, что не говорят слова обвинения при всех. Стараются не обижать людей. Одного уж точно нельзя при всех ругать. Это во всех случаях. Я знаю случаи, когда можно, но это не сегодняшняя тема. Это редкий случай. Но иногда только такие слова и помогают. Вот что самое интересное. Особенно, если обвиняется вся община. Ей нужно смело сказать, продуманно, соблюдать все эти четыре условия о том, что она ошибается. Так поступал по крайней мере Всевышний в Хумаше, так написано в Пятикнижии нашем, когда обвинил, например, евреев в грехе золотого тельца. Он прямо так сказал, нарушили преступники. Я их убью. Передай им, что они преступники. Это же называется выговор, причем очень такой непростой, критический. И собрался он их убить. И так же поступал Муше. Очень часто, когда он обвинял всех евреев в их грехах, так и говорил, это народ обладающий таким-то характеристиками, таким-то плохими. Плохой народ очень часто говорит, жестоко выянный по-русски. И поэтому ты мне дал его нести на себе, мучиться. Это же тоже, ну и в общем, слова сказанного в адресу Всевышнему. Это более, чем громкие слова, чем слова сказанного в адресу самим евреям. И самые тяжелые обвинения приведены в книге Дворим в последней книге Пятикнижи. Отсюда мы учим, что только критическая ситуация может заставить нас обвинить всех в грехе. То есть, если есть страшный страх, просто страх за последствия этого греха, вот тогда хотим мы или не хотим, надо найти все силы и взять на себя роль обвинителя. Но нельзя это делать только из плохого характера, чтобы показать, что ты раздражен, что ты не боишься выступать против всех. Не надо брать на себя роль Чадаева, обвиняя всех евреев или нацию, или даже группу людей. Вообще старайтесь не давать характеристики нигде. Когда будете писать какой-то текст у себя в ВКонтакте или в живом журнале, или какая у вас социальная сеть, вообще старайтесь не писать о других людях, особенно плохого, а уж тем более не обвинять целую общину, целое общество. Например, написать все евреи, как известно, такие-то плохие. Этого не надо делать. Это обвинение, которое услышат все, и они будут приняты и на небе, тоже иметь услышат и скажут, что это нарушение. Почему? Не обижать людей. Даже если они тебя не знают, не говорят плохо о людях. То есть нужно поступать всегда, любое обвинение, только, и это главное правило, с пользой для евреев. Равно столько, насколько будет польза для евреев, настолько у тебя есть сила критиковать кого-то и так далее. История про рабе Якова Каменецкого, который говорил такую фразу, это было его кредо, мне нравятся эти слова, кажется, я первый раз об этом говорил, еще не говорил в своих уроках, а у нас же 45-й урок сегодня. Он сказал такую фразу, надо каждого ребенка воспитывать таким образом, будь то в будущем это Мушер Абейну, наш учитель, как будто это Мушер Абейну, только в маленьком возрасте, вот так к нему нужно относиться, вот так его нужно и воспитывать. Вы понимаете мою фразу, правильно вы ее понимаете? Это не означает, что надо так воспитывать человека, надо ему внушить, что он Мушер Абейну. Никто об этом не говорил. Мы говорим всем другую фразу, мы говорим о том, что так к нему нужно относиться уважительно, зная, что в будущем это будет Мушер Абейну. Это очень интересный пример. Раньше, когда я занимался такими вопросами и до того, как я не почитал про рабе Якова Каменецкого, тоже был несколько лет назад, еще помню, в Москве, где-то, я читал в книгах и известных книгах о том, что нужно очень уважительно относиться к своему ребенку, зная, что это вообще-то взрослый человек перед тобой стоит, которого ты застал, которого ты поймал в его детстве, и поэтому ты с ним обращаешься таким образом, исходя из собственной физической силы и своего опыта. Ну смотри, это взрослый человек. Я всегда добавлял, так смотри, ну это другого человека, как будто это уже Эйнштейн. Ведь Эйнштейну, ты же ничего не скажешь плохого, обидного, неприятного. Почему? Потому что уважаемый человек, человек уважаемый всем миром. Как же я могу сказать плохое Эйнштейну? Даже если он, может быть, сейчас мне очень удачно пошутил. О, то же самое, так себя и веди и со своим ребенком. И все, что будем другим ребенком? А мне говорят, он же не может быть Эйнштейном. А ты так себя веди. И вдруг я читаю Раввякова и Каменецкого, еще интереснее пример. Каждого нужно воспитывать так, как будто бы он муж и Рабейну, тот человек, который освободил нас из египетского рабства, и через который мы получили всю Тору. Так и называется у нас Тора, пятикнижие нашего пророка, пророка нашего учителя. Муше, это крупнейший еврей. Из всех евреев, которые когда-нибудь были, после Авраама, по-моему, сразу же идет образ Муше, пророка Моисея. Так вот, Рабейков Каменецкий повторяю, сказал такую фразу, что нужно каждого ребенка воспитывать так, относиться к нему, как будто это уже Муше Рабейну. В детстве. А почему? Ее объяснение есть. Смотрите за моей мыслью. Она непростая. Потому что у Рамо, у Камен, Рамо это известнейший комментатор Талмуда, Талмуда, знаете, Шулхана Руха. Написано, законы, только отнеситесь к этому творческой очень непростое. Но мне нужно. Запрещено отдавать еврейского ребенка нееврейской кормилице, чтобы она его выкормила. Если есть еврейская кормилица, понятно, что если нет, разговора нет. Мы на заспеку хнефиш, ребенок уже молоко, у мамы нет молока. И мамы нет молока. И мы дадим любому. Но если есть еврейская кормилица, так было в те времена, по крайней мере, времена Ромо. Это были непростые отношения у нас с окружением. Сейчас может быть по-другому, сейчас может быть и это облегчение. Я не занимался специальным вопросом кормилиц. Это нужно эту тему, конечно, тоже поднять, очень любопытная тема. Потому что это актуальные вещи, она и сейчас происходит. Конечно, мы еще этим ожидаем матерную, еще что-то даем, какие-то смеси. Они взяты вообще не от мамы. То, может быть, и кормилицу можно, не еврейскую. Но есть и есть выбор из той, из другой, нужно дать еврейской кормильце. Так написано у коммендатора Ромо, по законам которого, по его интерпретации Шульханаруха, живет все европейское еврейство. Евреи выходцы из европейских общин. Ашкеназим. А вот интересно, что Гаон из Вильны, второй Ашкеназ, да, крупнейший ученый, Гаон из города Вильна, Вильнис, он написал, он объяснил нам, почему маленький Мушея отказался в свое время принять молоко не еврейской кормилице. Его поймали, достали из воды, оказывается, предложили, так написано в Медражах, не еврейской кормилице. Или же, говорят, после того, как сначала его покормила его мать, да, а потом все-таки передали на кормилице, он не брал грудь, он не хотел, чтобы у него была не еврейская кормилица. И написано в Медраж, почему, потому что так там написано, ведь тот рот, которым он берет не еврейскую грудь, с этим ртом будет разговаривать с Ашахиной, с проявлением Всевышнего на земле. Ну, сказал, сказал, Гавон из Вильно нам объяснил Медраж. Да, но возникает вопрос. Почему? Отсюда следует. Вот и воспитывайте всех детей, как Маше Рабейну. Вы меня извините, они же никогда не достигнут уровня Маше. Никогда этого не будут, они не будут разговаривать с Ашахиной. особое воспитание. Так вот, вы обязаны подходить к своим детям так, как будто это будет Маше, даже если вы почти уверены, что Маше не будет. Кто знает, что он будет? Кто знает, что будет завтра? Кто знает, какая роль отведена тому или другому человеку? И Маше не знал, что он будет Маших, человек, который спасает евреев. И многие персонажи нашей Торы, Танаха, тоже не знали о том, что их ожидает в будущем. Не все пророки с детства знали, что они пророки. И мы тоже самым не знаем, кем будем мы. И мы не знаем, кем будут наши дети. А поэтому уже подходим друг к другу, как будто этот маленький мальчик, который сидит напротив меня и которого можно даже и наказать, мы к нему подходим, как Машир Робейну. Машир Робейну просто так наказывать не будем. Даже если он еще маленький. Почему же у нас особое отношение к нему? Так вот, у нас особое отношение ко всем. Вот это и есть доказательства. Однажды Раби Борух Берр Лейбовиц увидел, как его внук на исходе субботы, суббота же кончилась, пошел и зажег в комнате свет. И прежде, чем произнес специальную формулу, специальную молитву Ам Авдиль. Ам Авдиль, мы произносим Ам Авдиль, это отделяющий субботу от будни. И после вот этой короткой формулы, как благословение своего рода, мы показываем, что мы вышли из субботы, и теперь можно делать те работы, которые в субботу были запрещены. То есть, смотрите, суббота кончилась, мы могли бы эти работы сделать, но есть поставление мудрецов, прежде чем сделать первую работу уже в будни, когда разрешается делать разные работы, запрещенные в субботу, то скажи эту формулу Ам Авдиль. Обычно мы идем после субботы, молимся Марьев, и там уже эта вставочка есть, это вечерняя молитва. Наши женщины тоже произносят эту формулу, а еще она входит в Авдалла. Авдалла это сразу несколько таких кусочков благословения на благовоние, на огонь и на разделение будней от субботы. После этого можно работать. А он это сделал до Ам Авдиль. И после Авдаллы, после того, как сделали благословение, принесли благословение в исходе субботы, он это мальчик подозвал и сказал ему лично, конечно, не перед всеми, не дай Бог, он сказал, ты мой любимейший внук, ты мой самый хороший, ты всегда делаешь правильные вещи. Все, Боже, ничего не сказал. И сделаешь, все, Боже, ничего не сказал. И ребенку это очень понравилось. После чего он давал, ах да, вот еще, ты знаешь, ведь, вот нарушение у нас маленькое было сегодня, по-моему, ты, по-моему, зажег свет, а еще не надо этого было делать. А это была большая семья, от меня за тебя семья Лейбовец, это равины, там у тебя дети были, не просто дети, это были равинские дети, они соблюдали все законы. Это не надо было сделать. И он сказал, вообще, тебе полагается передажное наказание, ты нарушил постановление мудрецов, как тебе наказать? Мальчик опустил глаза и сказал, ну, ударь меня, дедушка, ударь меня. Сам попросил. И тот, кончиком пальца дотронулся ему до щеки, сказал, вот, извини, больше так не поступай. И это было как наказание воспринято. Даже не почувствовал ничего. Почему он так сделал? Да потому что кто-то из учеников заметил, что так он с ним поступает, как будто бы это уважаемый человек. На что он и сказал, вот все, что сейчас рассказывал, что рассказано было от Равиакова-Каменецкого по есть доказательство из РАМО о том, что мы так обязаны себя вести Адмор Изгур. Адмор – руководитель хасидского движения Раби Авраам Мортхе, автор книги известнейшей Великой книги Эмбрей М.С. Про него есть история, когда собрались равины страны обсуждать дела равинского комитета, который решал вопросы менеджмента, управляли потоком средств, куда переправить, какие мигы строить, какие хедеры строить. Написано, равины страны я так полагаю, что это Польша, судя по всему, Адмор Изгур, и они собрались все равины для того, чтобы обсудить работу равинского комитета. Избранные должности были. Почему? Потому что они не справлялись с работой, им нужно было делать замечания. Сейчас им будет очень серьезный разговор с ними. И он сказал, вы знаете, в самом начале, как к ним пришли советоваться, он был старейший из них, он сказал, вот сейчас, конечно же, нужно сделать эту критику навести, сейчас обязательно мы это сделаем. Тогда мы сначала подумаем, а что позитивного нужно предложить? Нельзя ругать людей за что-то, не предлагая позитивного поведения. А что нужно сделать? Так он сказал. И привел пример, так в случае с Ятро. Ятро – это тесть, мужская, так его зовут, Ятро. Кстати, почему его зовут Ятро? А слово Йотер, больше, больше чем, прибавка какая-то, еще что-то. Почему? Потому что целый, очень большое такое место в Хумыше, в Торе, в книге «Шмот», от его имени приведено, его слова. Сейчас скажу, какое-то место. Вот из-за того, что он прибавил к нашей Торе, один из комментариев говорит о том, что поэтому он и получил свое имя Ятро. А на самом деле у него было больше имен, некоторые говорят здесь, некоторые даже больше. Так вот, про него известно, что он пришел к Муше в пустыню, после того, как евреи вышли из Египта, и увидел, как Муше Робейну, наш учитель Муше, судит народ. И он поставил весь народ перед собой, он сидит и судит каждого. То есть, как судит? Решает вопросы, отвечает на вопросы или тяжбу решает двух людей, которые пришли к нему. И это длится долго, потому что весь народ, 600 тысяч одних взрослых мужчин, он, конечно же, принять не может. Так вот, гусеть с рассвета до заката. И что он сделал? Он взял и сказал об этом, так делать не годится. Посмотрите, 12 или 14 стих там написано, нельзя можно вычитать, что лучше бы так не делать. Очень скоро все устанут. Тут же предложил ему, вот это написано точно в 21 стихе, выбери, высмотри, погляди, найди себе достойных людей и сделай их судьями. После чего он написал, что с ними делать. И это означает, что добавил свои слова. Мало того, что он сказал, так нельзя делать, он еще сказал, что нужно делать для пользы евреев. и вторая его назвала именно из-за этого, после этого места, ятро. Человек, который добавляет избыточный текст, что там еще добавил. Это вопрос сказать, ой, вы не умеете работать. Скажи, что нужно делать? Одно дело, когда я говорю человеку, который сделал плохую скамейку и на ней сидеть нельзя, я не скажу, Рыбровна, скажи, хорошая скамейка, плохая. Я обмануть ему не могу. Ну, предположим, это на самом деле, мой ученик, а я стойлер, я вам скажу, что комейку нужно сделать по-другому. Но я могу сказать, критику я не могу навести. Я не обязан писать, уметь писать романы только для того, чтобы сказать кому-то, что этот роман лучше не читать, он плохо написан. Или еще какую-нибудь профессиональную деятельность. Мне не надо быть профессионалом, чтобы сказать, что это неудачно, если, конечно, польза от моих слов есть. Но, когда мы критикуем целую организацию за то, что она не справляется со своей работой, как и Травинский комитет, то, конечно, нужно пойти подумать сначала, что можно предложить. Если нечего предложить, получается, что ты находишься на их уровне. И ты то же самое бы сделал. И единственное отличие от тебя, это хорошее отличие, между прочим, я не взялся делать то, что я не умею делать. И мы взялись. На самом деле, я также не умею делать, как и они. Двигаемся дальше. Раф Арье Лейб Равец. Он рассказывает такую историю, очень интересную историю, о том, что однажды он был в Тель-Авиве, он поехал в Небрак, который, судя по всему, был в Тель-Авиве и молился в синагоге. Там Шхуна, есть район, Монтифьори, в Тель-Авиве такой район есть. И он там молился в синагоге вместе с местным раввином, с главным раввином данной синагоги. И они молились, и обнаружил Раф Равец, о том, что вообще-то народ тель-авивский ведет себя, по крайней мере, в этом районе, по крайней мере, в этой синагоге, по крайней мере, в последний раз. Так, ну и было, они и справились. Сейчас они и справятся. Идет молитва, они разговаривают во время молитвы. И вы доставили Тору, они разговаривают, болтают во время чтения Тора. Это недопустимо, совершенно недопустимо. Я всегда привожу такой пример. Представляете, сейчас поднимается наша молитва наверх, и там ее рассматривают, берут ее к сведению, считывают с мониторов. Такой файл получили. И вдруг идут какие-то помехи. Кто-то кому-то говорит совершенно пустые слова. Там же все воспринимается. Если вы сейчас придете, скажете, да нет, там стоят фильтры, молитва идет, а это отфильтровывается, ничего подобного. Все, что выходит из уст еврея, попадает на небо. Об этом нужно знать, поэтому нельзя разговаривать. Ни больше ни меньше. Во время молитвы. Так вот, там так себя вели, неудачно, и вдруг произошла следующая сцена. Раф, вот этот главный рабин, который там был, он после молитвы попросил слова. Потому что там всегда так делали. Я, пожалуй, раз в два за свою жизнь такое видел. И он стал, сказал, сейчас он им будет рассказывать о том, что нельзя разговаривать, нельзя болтать во время молитвы, во время чтения Тора. А он повелся совсем по-другому. Он так сказал, однажды Хофицхайн был в одном городе, его не все знали в лицо. Мало кто знал. Но он же был уважаемым человеком, и руководители этого города, этой синагоги пригласили его помолиться к ним, для того, чтобы он потом прочитал, им стиха называется, или Дроша, дал урок по Торе. И никто не знал его, и поэтому верю в себя спокойно. У меня, знаете, в конце 19 века, в начале 20, как сегодня, евреи немножко разговаривали, разговаривали там, не зная, что это Хофицхайн, при нем разговаривали во время молитвы. И после молитвы, так рассказывает Равин Квартала, в котором молился Раф Равец, Хофицхайн поднялся и сказал, я сейчас, два слова у меня есть к вам, идун, евреи. Дело в том, что я уже человек не совсем молодой, уже задумывался о том, что моя жизнь, ну, скоро когда-то я предстану перед Всевышним. И вот, чего я боюсь, вот встану я перед Всевышним, перед там, Высшим Судом, и скажет мне, о, пришел известный человек, уважаемый, обладающий авторитетом. Скажи, пожалуйста, уважаемый человек, а почему ты однажды был в таком-то городе, и там люди при тебе разговаривали во время молитвы, и ты им ни слова не сказал, и за это меня накажут? Вы меня извините, для того, чтобы быть чистым хотя бы от этого обвинения, я должен подняться сейчас, вот я поднялся, и сказать вам, я вам делаю замечание, но не для того, что я хочу сделать замечание, для того, чтобы там знали, что я вам замечание сделал. Большое спасибо, спустился и вышел. Видите, он делал замечание не для того, чтобы обидеть людей, он нашел такой путь, такой непростой путь, для того, чтобы, что снять себе обвинение, где, там, на суде. Так сделал Хофисхайм, и так сделал Равин, то есть, синагоги, где был Ирафравец. Он вообще рассказал историю про Хофисхайма, он слова не сказал, про этих людей ни слова не сказал. Кто, как называется, у кого есть уши, тот, да пусть тот и услышит. Трактация Недрин, в 20-й стих там написано о том, что, когда царь Шломо согрешил, то это была ошибка, сделал плохую вещь. Делал Шломо плохо, и это написано, знаете, почему, что он делал плохо? Что, что, если ты услышишь, что царь Шломо согрешил, это ошибка. Так написано в трактате. Так это написано, потому что он делал плохо, что видел плохие дела своих жен, и не запретил им, и молчал. То же самое про Авнера, царский советник, причем он был наказан, написано в Сан-Гедрин, это 50, там был 20-й, это 57-й лист, вторая страница, да потому что не возразил, ни слова упрека, не сказал царю Шауру за то, что он уничтожил город священников, Куаним, который называется Нов. А некоторые, прямо тут же написано, Раф Яков сказал, по-моему, смотрите, Раф Яцеф, сказал, да нет, он-то сказал, но его не услышали, значит, так сказал, что его не услышали, Лауна Анна, ему не ответилось. То есть, умею возразить так, чтобы тебя послушались, что мы отсюда учим, спрашивает Талмуд, это в Талмуде написано, что евреи в ответе один за другого. Если можешь исправить действия другого, ты обязан это сделать, так же, как обязан исправить, свои действия, это ты должен сделать, и так же, ты должен участвовать или помочь человеку, чтобы он исправил свои действия. Но весь еврейский народ, Всевышний, смотрит как на одно целое, вместе, на всех, на нас, и нам всем будет плохо, если кто-то из нас делал какие-то ошибки. Мэри, Мэри, это известный ученый, в строкате, которая называется Баума Це, 31, я написал, 31 лист, первой страницы, он так написал, написано в трактате Шаббат, это мы с вами проходили в 50 чертей лист, что каждый, кто может сделать другим выговор и не делает его, когда надо, сам будет наказан за этот же грех. И это несмотря на то, что такому человеку могу сказать, пусть так как он сделал замечание, что его не любит, за то, что он делал другим выговор, а тому, кто смолчит, скажет, что его любит, потому что он не пристает людям, он им удобен, тем не менее, добавляет Мэри, он на этом месте, Баума Це, что надо делать выговор, надо его делать, даже если тебе скажут, что тебя не полюбят, ну отсюда следует, что говорит, делай так, делай выговор так, чтобы ты чувствовал собственную любовь к этим людям. Это очень важный момент. Любя, делай наставление, чтобы не было ненависти. И наоборот, наоборот даже, чтобы была любовь. Так сказано в трактате Орахин. Сказал, вот интересная фраза, сказал Раби, там так написано, сказал Раби, Йоханан бен Нури, я свидетельствую, наверное, перед людьми стоял, я свидетельствую перед небом и землей, что много раз в своей жизни я жаловался на своего друга, старшего друга, Раби Акиву, за какие-то его дела, проступки, наверное, иначе зачем же он жаловался. Кому он жаловался? Рабану Гамлиэлю. И он, Раби Акива, знал об этом, и всегда любил меня. Вы слышите, он свидетельствует о том, он свидетельствует не о том, что он жаловался, он не скрывал, он не был доносчиком, а о том, что Раби Акива был такого уровня человек, что когда ему доставляли неприятные моменты, он их воспринимал как что, как вещь необходимая ему, он с любого принимал все замечания, связанных, и любил другого человека. Тем не менее, иногда надо поступать решительно, выйти и сказать, не боясь, что ты думаешь о том в грехе, который ты видишь перед собой, Раф, Йосеф, Хаим, Зоненфельд, главный район Иерусалима, однажды мы сообщили, что в Иерусалиме есть семья, это была единственная семья, сто лет назад, примерно, была одна, где открыто не соблюдают субботу. Таким были они, люди, людьми. И он пришел к ним в субботу, прямо без стука, пришел, для того, чтобы сказать, что нельзя нарушать субботу. У них там и радио работало, может быть, просто камин был зажжен, горело отопление. Они дрова таз клали. И вдруг они увидали, семья была, они просто начали кричать на него, проклинать. Он все это выслушал молча. Они сказали, что нельзя с тобой приходить, сейчас обратятся в городскую управу, в полицейскую, нельзя заходить в чужую территорию без спроса, без стука. Они, в принципе, правы. На что Равзон совершенно спокойным голосом сказал, когда горит дом твоего соседа, не спрашивают разрешения, а вбегают туда и спасают этого соседа. И вошел с собой без спроса, для того, чтобы спасти вашу душу. Потому что так себя вести нельзя. Это он сказал прямо перед всеми, потому что он не один пришел. Но для этого нужно ряд условий. Значит, какие ряд условий, мы говорили об этом сегодня в наши предыдущие уроки, можно, если ты делаешь выговор другим людям, нужно быть при этом, нужно быть уверенным в том, что это на самом деле грех. Надо быть тем человеком, который этого греха никогда не совершал, иначе получится, мне извините, в лучшем случае совет. Слушайте, я один из вас, давайте как-то исправимся с этим делом. А со стороны таком нельзя делать. Надо уметь говорить уважительно, спокойно, тихо, сейчас сказали, с тубовью. И надо быть авторитетом в глазах людей. Об этом мы говорим, это все четыре пункта. Остается. Ибо сказано в трактате Евамод. Есть такой трактат, трактата Алмуда. Как есть заповедь говорить перед тем, кто услышит, так есть запрет говорить перед тем, кто не услышит. Мы говорили на одном из уроков об этом. Хазон Иши рассказал, что в одной браке один его сосед по субботам, Дина называется, лужайка перед домом у него была, и он каждую субботу выходил и работал на этой лужайке. Постригал там что-то, еще что-то копал. И его спросили у офиска, ему говорят, ты же видишь каждую субботу, почему ты не обращаешься к нему. Может быть, без упрек, они ему сказали, может быть, сейчас мы пойдем, Рэбе, пойдем ему скажем. Он сказал, без толку, запрещается. Почему? Вы же видите, в каком районе мы живем? Здесь живем. Все соблюдают. И значит, ему сделали замечание много раз, а он продолжает работать, а раз так, то он нас не слышит, а раз так, то он запрещается разговаривать с ним. Ну, все равно. Ну, и в конце уже остается у нас полминуты о том, что лучше воспитывать людей не окриком. Это всегда важный момент. Не выговором, хотя без него иногда не обойдешься, а личным примером, как это делал Авраам Авин, Авраам наш прадец. Хотя иногда этот сегодняшний урок как того требует Тора. Надо сделать в семье общине одно громкое, может даже рисковатое, замечание. Только для общины, не для себя, не для понятия собственного вторичия, а именно для пользы всей общины. Ну, и тогда будем делать это замечание, то громкое замечание, на котором мы сейчас окончаем наш урок. Я бы так сказал, будем его делать, страдая по поводу того, что некоторые люди могут подумать, будто мы с вами сейчас не соблюдаем заповедь любить ближнего, как самого себя. А значит, сначала мы будем любить многих людей, а потом делать их замечание. Только от любящего сердца другое сердце может услышать слова упрека, чтобы все было у нас хорошо, чтобы мы соблюдали Тору. Будьте здоровы, всего хорошего. Шалам, шалам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова 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 А.Егорова